всем привет с вами блудный андрей канал android helper и в этом уроке я расскажу про систему контроля версии git за весь этот ролик попытаюсь рассказать главные основы так как если буду рассказывать про все детали то на это уйдет не один урок для начала давайте разберемся простым языком что такое система контроля версии и зачем она нужна система контроля версии это система которая записывает все изменения вашего проекта в файл или набор файлов в течение времени и позволяет позже вернуться к определенной версии вашего проекта все изменения сохраняются на вашем локальном диске но также можно синхронизировать их с хостингами git чтобы ваш проект хранился удаленно а также чтобы работать команде сейчас мы будем рассматривать пример с файлами unity конечно же но вы можете использовать эту систему для любых типов файлов и так давайте же начнем сначала нам надо установить саму систему git вы можете пользоваться либо консольной версии где придется писать команды по типу git клоун git push и так далее но мы не будем его использовать в этом уроке так как гуи версии для системы git вполне достаточно однако если вы хотите почувствовать себя кул хацкером или просто не хватает нужного функционала то можете пользоваться консолью мы же будем использовать гуи программу для этого под названием source 3 по сути она выполняет те же команды консоли только имеет удобный графический интерфейс заходим на официальный сайт программы и скачиваем ее далее запускаем установщик и устанавливаем программу вам надо будет обязательно создать аккаунт атласиан если его нет после вам надо будет установить инструменты гид так что нажимаете вперед далее нам зададут вопрос если у вас ssh ключ но мы нажимаем нет так как мы его еще не сделали теперь по сути вы можете использовать локальный гид то есть сохранять изменения на локальном диске для начала вам надо внести ваши данные по умолчанию для гид для этого переходим в инструменты настройки и вводим туда свою информацию по умолчанию полное имя будет отображаться при публиковании каких-либо изменений email по сути тоже на этом с локальной настройкой в основном закончили но этого нам недостаточно так что теперь нам надо выбрать сервер куда мы будем синхронизировать наши изменения для этого заходим на сайт github git lab либо bit bucket и регистрируемся там я использую git lab так что буду показывать на примере его после регистрации теперь нам надо создать ssh ключ для более безопасной синхронизации наших проектов чтобы его создать нам надо скачать еще одну программу пути ти ай либо пути будем называть пути ибо хули нет скачиваем и устанавливаем после в поиске ищем пути джен как раз этот инструмент поможет нам сделать ключ запускаем его и нажимаем дженера и далее нас попросят подвигать мышкой в пустой области чтобы сгенерировать рандомный ключ все теперь мы можем изменить название ключа если надо и также ввести пароль далее нажимаем сейф правил от кей и сохраняем его где-нибудь на компьютере нам он понадобится в сорс три после копируем паблик кей и переходим на ваш гид хостинг заходите в настройки своего профиля далее нажимаем ssh ключи и добавляем новый который мы скопировали в буфер также можем задать ему имя и после сохраняем после этого переходим в source 3 заходим в инструменты настройки и настройки ssh клиента включ ssh указываем наш файл справит кей и нажимаем ок теперь если у вас не будет открыто подключение по ssh то у вас запустится клиент пути и запросит пароль который мы вводили при создании ключа все на этом соединение с хостингом настроили и теперь можем заняться контролем изменений я сейчас создал пустой проект который мы будем синхронизировать теперь нам надо его добавить для отслеживания изменений для этого в source 3 нажимаем create далее указываем целевой путь к проекту название и все нажимаем создать если мы сейчас посмотрим в папку проекта то увидим одну скрытую папку .git и и ни в коем случае не удаляйте так как в ней хранится вся информация об изменениях проекта теперь посмотрим в окно с файлами не в индексе это новые либо измененные файлы которые не были индексированы для изменений также тут есть много ненужных то есть файлы кэша и так далее так что нам надо их убрать из индекса для этого существуют файлы gith ignore которые задают список типов файлов и папок которые нужно игнорировать чтобы не мучиться с его созданием можем зайти на сайт githignor.io здесь множество файлов githignor для разных программ нам надо для unity так что пишем ее в поиске все вот наш файл который нужно сохранить главное обязательно переименовываем его в .githignor далее кидаем этот файл прямо в папку с проектом и source 3 автоматически его определит и начнет игнорировать файлы из списка ну вот теперь у нас будут синхронизироваться только нужные файлы также вашем проекте unity надо поставить правильные настройки для контроля версий заходим в edit project settings editor и тут вас от сервизей шин ставим force текст чтобы наши файлы сервизовались только в текстовую версию чтобы git мог отследить все изменения правильно ну сейчас можем индексировать все файлы проекта заходим назад в source 3 и нажимаем индексировать все сейчас файлы индексированы и нам осталось только зафиксировать эти изменения для этого нужно сделать комит но заранее надо написать примечание для этого комита так как это наш первый комит то будем следовать традициям и напишем и нет комит то есть первый комит который инициализировал проект все мы сделали с вами первый комит теперь попробуем сделать изменения в проекте вот нам source 3 говорит о том что файл был изменен также можем нажать на него и увидеть что было добавлено либо удалено если у вас логика рабочая то вы поняли то что помечено зеленым это добавлено а то что красным то удалено если нас эти изменения устраивают то индексируем их и также чтобы зафиксировать то снова пишем примечание к комиту и комитим сейчас у нас уже два комита и можем попробовать откатиться к самому первому нажимаем правой кнопкой мыши по комиту и перейти так мы перейдем на прошлый комит то есть это не полный откат а просто переход чтобы вернуться назад нажимаем два раза по последнему комиту теперь давайте же синхронизируем наш проект с хостингом для этого нажимаем на репозиторий настройки репозитория и добавляем внешний название репозитория можете написать свой либо использовать по умолчанию origin и далее пишем путь к репозиторию на хостинге а так как его на хостинге нет то нужно его создать переходим на сайт сервера и создаем новый проект тут пишем название проекта также можете написать описание к нему и выбрать тип доступа я выберу приватный благо на git lab он бесплатный и нажимаем create project теперь нам осталось копировать ssh ссылку на проект и вставить в source 3 нажимаем ок и все теперь мы подключили локальный репозиторий к удаленному осталось только синхронизировать все комиты с удаленным для этого нажимаем отправить далее выбираем ветку куда хотим отправить выбираем мастер ветку и загружаем про ветки однако я расскажу далее все наш проект синхронизирован и теперь мы можем посмотреть его на сайте а и еще чуть не забыл про кнопку получить с помощью нее вы сможете получить все последние изменения проекта которые сделал например ваш напарник а теперь я кратко расскажу про ветки мастер ветка это самая основная ветка по сути ее используют для стабильных версий которые уже идут в релиз вашего проекта поэтому если вы делаете какие-то новые функции либо исправляете баги то для этого лучше делать отдельную ветку и после того как вы тщательно проверили работоспособность этой фичи либо фикса можете слиять эту ветку с основной слияние веток называется мерч однако если посмотреть на мои комиты то у меня все идет сразу в мастер так как я один работаю над проектом и я что-то нестабильно не комичу так что в мастер я кидаю сразу релизные версии но в основном на этом я думаю со всеми основами мы закончили надеюсь за весь этот урок вы поняли что такое система контроля версии и зачем она нужна и будете использовать если вам понравился этот урок то можете поддержать его лайком и подпиской на канал если не подписаны а с вами был канал android helper и до скорых встреч а